уважаемые зрители вас всех приветствую на канале квадротехнарь и сами михаил ну быстренько вы расправились заданием по поводу 500 лайков прям молниеносно я думал неделю будет это их ставить а тут получилось вот так вот поэтому видос данные выходят с небольшой задержкой в кратчайшие сроки нужно увидеть сверстать чего хочу вообще начать на фига мы вообще этим занимаемся и для чем это делаем какая у нас цель и с чего это вдруг 10-15 лет тому назад вообще было никому не интересно да вообще никто этим не занимался так все между собой погоняются там что-то там выяснят отношения да и все появилась идея сравнить цифры показатели посмотреть что там со смесями посмотреть что там с прошивками и это как-то не в нами конечно да но на стенде все это дело продемонстрировать и показать людям после этого сразу появился огромное количество специалистов экспертов просто я не знаю как этих людей назвать но шибко умных по другому не скажешь для всех шибко умных я хочу сказать специалисты уважаемые пожалуйста вставайте с ваших диванов в ваших гаражей слесарных зон и тому подобное и произведите все то же самое соберите всю технику которую там мы собрали и будем дальше собирать и делайте то же самое показывайте замеры рассказывайте про топливную смесь про прошивки и тому подобное а мы посмотрим и точно так же вам накидаем комментариев что вы тут не правы или правы согласимся с вами или нет а если хотите можете присоединиться к нам и также там заниматься этими измерениями мой лишь вам посыл да может быть хватит языком чесать а перейдете к делам каким-то более того хочу сказать замеры которые тут порой люди показывают или рассказывают вообще не являются действительности к реальности объясню почему в россии все стенды мощностные в основном заточены на измерения обычных автомобилей где присутствует классическая коробка не вариатор и когда ты смотришь на показания лошадиных сил на графике где указано там обороты 15 20 25 тысяч оборотов и на этих оборотах показана мощность это первый показатель того что данный стенд не откалиброван под вариатор пожалуйста займитесь калибров тенда подгоните все как надо до эталонно максимально там без погрешности хотя даже производители стенды заявляют что у нас есть все равно погрешности для измерения как ни крути но ребята займитесь флаг вам в руки для чего мы хотим просто собрать информационную картинку всех мощностей и просто ее собрать так сказать в толпец воедино ну чтобы зритель допустим или пользователи знали а вот у этого столько-то лошадок у этого столько лошадок ну что-то похоже так сказать на правду вы должны также понимать потери мощности на вариаторе огромные да и составляют почти 30 процентов а может быть порой и больше если вам интересен коэффициент расчета мощностей когда у вас обычный кп он даже есть в онлайн калькуляторах вы там забили мощность колеса и вам цифру на двигателе указал если вы хотите приблизительно получить то что у вас на двигателе вам наши данные которые вы видите в роликах нужно умножить на коэффициент 1.44 все вы получите приблизительные данные у нас здесь потери реально огромнейший на этом вариаторе и если вы думаете что здесь такие цифры занижены вы глубоко ошибаетесь никакой цели нету там кого-то унизить занизить или еще что-то нет просто сбор информации и его показывание за вас да то есть все кто там сейчас что-то кому-то негодуется мы за вас работаем господа не ленимся встаем тратим свое время финансы и это делаем еще показываем поэтому я буду очень рад что кто-то тоже будет заниматься похожим займется калибровкой стендов измерениями соберет все марки также нам покажет если им что-то не нравится и докажет возможно что-то обратно но а для всех остальных не хочу затягивать сегодняшний ролик наверно будет больше эпик фэйл чем информационный но по ходу пьесы я буду сейчас вам объяснять что и почему и как и зачем в общем заварите чай присаживайся поудобнее и поехали на стенд так у нас тут серая лошадка готовится это одесс какой-то вообще это вода я уже привык все это это русская ракета любимый квадроцикл александра сейчас мы будем замерять сток вот видите даже усиленную батарею ставим от машины в арту чтобы он прям пер как надо александр знаете пока у нас есть время хотел бы поговорить по поводу интерьера данного помещения которые задавали очень много вопросов могли бы описать вот этот вот стол лофт николая то есть что это за стол такой николай настолько уникальный человек что он замеряет даже холодильники на стенде блять поэтому если у вас холодильник как ваш как вам кажется херовенько работает велкам коляну блять нормально чипанем его все замере будет носиться вообще как porsche блять 911 если у вас вдруг отстрельнут мозги на и рамки вам придется снять вынос радиатора обязательно шнаркеля часть пластика кузова проклянусь бабушку сломать пальцы и руки и гените вы их там найдете мы еще пока не нашли но ничего докопаемся ну что сейчас прогреем эту пушку гонку саш ты в шоке что-то до русской ракеты добрался но ты ее так хотел ты ее постоянно вспоминал наконец-таки вот она в ваших руках я вижу твое счастье а чушь как воняет сейчас по татчику посмотрим боевой квадроцикл с вариатором от компании стелс так это хрень подключили да пробег тут почти 4000 километров боевая техника поля есть данные дача есть я пока я думаю 9 а 5 бедная 17 уже сейчас мы еще смотрите смею не делали смотрите какие значения смеси у нас ничего себе туда понимают это у нас стоковая прошивка это сток это детонация так полный привод выключил праве проверим это прям конкретно детонация а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Этому квадрику будет... А мне нельзя матом ругаться... Лук, космонавт! Будет кирдык... Сейчас будем делать... Охренеть! А покажешь нам график хотя бы? Я даже ставок никаких не делал... Чего? Чего? 36... Да... И наш неверный момент... Посмотри, даже наш неверный момент... Он вообще не крутится... Да... Он вообще не крутится... А слушай, покажи смесь, пожалуйста... Это, наверное, сейчас самое важное... Самое важное для русских ракет, да... Давайте покажем ему смесь... Ну, честно... Отдать на должное... По-моему, у нас в истории такое впервые... Ух ты! Ух ты! У нас впервые такое в истории... И, господа... А вот тут смотри... А тут он отпустил газ, да... А я вообще очень длинный стану... Ну, в общем... В общем, это называется одним словом детонация... Готовьте поршни... Да... Ну, господа... 38... 36 лошадок... Ну, на такой смесь откуда больше-то взяться... У него смесь вообще нет... Да... Добавно... Что это такое? А? Он стреляет? Это звуки прострелов? Уходим. Все. Что бы, что бы не было, блядь... Пизду его... Давай, блядь! Поехали! Смеется вообще жесть, да? Заня! Заня! Как ты, блядь! Там пизда. Там пизда. Там пизда. Всё, он зашкаливает что-то? Да, да. Там всё. Давай тот блок сделай. Не, 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 не. Нахуй, давай, стелси. Он неисправен. Мы сейчас потратим время на неисправную технику. Да мы уже потратили её. Ну, как вы могли заметить, данный квадроцикл русская механика оказался, ну, реально неисправен. Лошади он, конечно, показал, но насколько их брать за реальность и действительность, я не знаю. Мне кажется, что, ну, судя по смеси, понятно, что они какие-то неверные. Нужна техника исправная, да, желательно вообще новая, заталкивать на стенд для таких измерений и исследований. Вот нам лично урок, потраченное время, да, то есть не замерили марку, получили ерунду. Вот прямой показатель. Больше так делать не будем. Ну, а вы, в принципе, увидели, с чем мы можем столкнуться, да и вы в том числе. Что очень важно смотреть на состояние техники того, чего вы загоняете. А для владельца большой бонус. Владелец узнал о неисправности своего квадроцикла и понял, почему он у него не едет. И что нужно копаться, разбираться с топливной смесью, да, что у него там, с образованием, форсунки, насос, воздушный фильтр или что-то тому подобное. В общем, ребят, видите, стенд может оказаться еще хорошим диагностом для выявления какой-то неисправности. Ну, а мы переходим к следующему квадроциклу. Ланчин Вульва 700. Так, вообще, как говорится, это копия Ямаха Гризли. Ну, не копия. Ну, говорят, копия. Все прямо один в один, там блогеры рассказывают, что все копия. Ну, вот приборочка у него очень красивая. Ты видел приборочку? Смотри, какая. Смотрите. Ну, в современных реалиях 25-го года. Ну, Рилли красиво. Все, Рилли. Блог я показал, тут стоит полноценный бог. Ну, мы не видели, я не успел подснять. У него красиво. А что он пищит? Сигнализация какая-то? Нет, то, что Джеки Чан. Или он на гире стоит. А, может быть. Может быть. Или на парку, на паркинге. Или перестал. Нет, когда у него включена Ашка, он… Сигнализирует, да? Да, типа я на этом. Будь внимательный, могу не завестись. Да хватит тебе отличной машины. Я ничего не говорю. О, звучок какой. Прямо такой Yamaha Grizzly. Да. Сзади очень такая симпатичная линия. Подсветочка. Вот такой низенький. Болен холодильник, я думаю, более благородно будет работать, мне кажется, даже, да? Да. Какие твои ставки, сколько здесь лошадиных сил? А сколько мы сняли Сотиса? С какого? 650-го? В базе было 39, и 44 выжили. Здесь сейчас будет 40. 40. Я делаю ставку, что здесь будет 31. Сфуяли. На колесах 31 лошадка будет? 40. 30. Николай, сколько ваша ставка лошадей на колеса? Однокладковый двигатель 700 кубиков. 60. 60. Я прямую. 28. 30. 39. 38. 29. 40. 40. 35. 30. 40. 42. 40. 40. 41. 41. Субтитры делал DimaTorzok 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 Все, поехали? Субтитры делал DimaTorzok 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 а есть вам таких показать такое же до 1 лошадка это что и требовалось ожидать нех делать все зайдут вот зато стол пиздат господа чиповщики ну что я нахуй чем там за чем она выжим давайте перейдем к серьезной техники ну а чё ты не вытащишь учета плюс 10 лошадей что ты смор свой помнишь 05 у тебя четко 05 и добавилось 28 и 8 и 29 и 3 бля а там видимо 1 ровно давай отключим ламбада или нахуй она не нужна пускай корректирует ёб твою мать и лёх собирай бля но я не хочу сейчас чипованный чиповый 110 пошел пошел прошивка 152 скажите уже достал своим модусом но многие участники группы аода стрим зона попросили сделать замеры к сожалению замеров данной прошивки при ее создании или вообще на протяжении долгих лет никогда не было на стенде не показалось топливная смесь никто об этом ничего не знал но поскольку люди просили надо это показать и закрыть на этом вопрос значит сразу хочу сказать по поводу 152 писал эту прошивку игорь я даже ему скажем так помогал в этом параллели создания этого по я писал свое собственное по вместе с александром и мы очень долго воткнувший в жир с этим кота копались разбирались у нас не получалось я в свое время пролил больше 40 штук форсунок топливных китайского производства для понимания они все под одним номером подходят на все квадроциклы они все разные колоссально разные у одних одно кпд одни льют так другие там переливают можно купить две новых форсунки да вот просто взять их поставить на стенд и они вам до 10 процентов могут в разницу налить а могут даже до 20 сами понимаете это может привести как неисправности неправильного двигателя что уже говорить про настройку создание какой-то прошивки по я этим всеми параметрами с игорем также делился все это ему отдавал это все есть переписка когда но в заявлении просьб от большого количества людей к сожалению на измерение данных там его программ так и не произошло нас попросили мы сделали есть очень неприятный момент то что некоторые люди решили на этой прошивке зарабатывать вот это вот мерзковато и низковато объясню почему данный авторство принадлежит полностью определенному человеку кто ее создал и написал и тут как бы то человека не стало тут возникает вопрос кто же был последованием кому он все это придал право но не явно не какому-то дяде который списывает прошивку на авито и он там сидит теперь и разливает абсолютно это неверно александр вообще сказал данная прошивка то есть не имеет никакой ценности вот вам свободный нее доступ берите качайте хотите ставьте хотите нет общественный скал вот зачем слили дамп и тому подобное так нельзя вы думаете ее другие не слили или она там дальше где-то не появится дан давно давно уже всех есть я вам скажу больше александровскую точно также утащит эту прошивку она точно также появится и тут мы приходим таким очень интересным вопросом который бы как раз хотелось поднять первое это честность александр сказал давайте я хорошо кому нужно 152 буду заливать просто за 10 тысяч рублей и эти бабки отправлять родственникам игоря считаю это правильно затем появилось какое-то интересное слово royalty типа отката отправить родственникам но при этом продолжать на ней зарабатывать но возникает вопрос уважаемые люди а почему нельзя взять и создать свой продукт и его развивать и показывать что вы там натворили какой сделали там по какая у вас смесь какая у вас мощность показать исследование на тех же самых стендах в чем собственно проблема сделать свой продукт и не заморачиваться вот этим вот переливом непонятно чего и для чего свято место пусто не будет до появится все равно большое количество людей кто будет делать софт и прошивки для одессов стелсов там рм и прочее я скажу больше этих людей много но есть копии пасторы да там копирайтер и тому подобное и это все без лицензии все это гуляет там это пиздеца короче напоминает савеловский рынок двухтысячные года когда там windows xp из-под прилавка все то же самое у всех все давно давно спиджена до сьюзана и хочешь тебе там залью подешевле ну пожалуйста как мы можем тут говорить про вопрос честности правильности мужественности когда у нас в самим собственных головах вопрос лицензии не стоит спиздил перезалил заработал ухватил ухапал еще что-то в общем слова можно в разные подбирать господа там на авито очень большое количество объявлений кто заливает такую прошивку пожалуйста сделайте свой собственный продукт но вот за вами никто явно не будет следить в это вообще не браке там рояль эти откаты семье даже даже на секундочку не подумали до лицензии вы чистой воды пират ну как полагает всем пиратом но какое дело там до семейного положения игры да никакого поэтому сделайте что-нибудь свое вот вам мое обращение ну создайте там возьмитесь в руки возьмите стенд мастера там я не знаю кто и придумайте классный продукт скажите вот на па от авито мастера номер один на авито я не знаю как угодно называйтесь и пожалуйста в массы да и всем хочется дать такую рекомендацию выпускайте свой собственный продукт а не боритесь да когда я увидел сообщение людей которые так встрепетнулись на 152 у меня закралась идея мысль а вы чубле коммерцию собрались на этих прошивках что ли выстраивать это что такое это что за бред у меня вся переписка есть я когда почитал еще раз так поверил да у меня вот другой трилогии идеи никак не появляется вот прям вижу четкую закономерность люди решили зарабатывать дальше бабки на игорем софте вот это вообще нонсенс и это прям очень круто мац и поступок достойный уважения если вы господа продолжать в таком же духе ну я не знаю грош вам цена по-другому не скажет создавайте свое продвигайте свое это только будет лучше для вас для общественности да для всех поэтому что-то говорит дальше про продукт по поводу 152 я больше там вообще не хочу и не вижу в этом смысла давайте эту тему закрывать кому она нужна она или бесплатно может залиться вопросов нет или за пожертвования семье игоря вообще тоже вопросов нет все на ваше усмотрение и выбор как вам это но если вам это нужно еще раз повторюсь если вы не можете официально купить прошивку более интересную дождитесь когда ее спиздит и зальете ее дешевле и будет вам счастье вот вам честно скажу просто у того кого не хватает на лицензионную версию прошивки дождитесь пиратской будет улыбок у вас больше двигатель будет уважить дольше сто процентов ну давайте придем к замерам да от этой демагогии всем спасибо что выслушали поехали за мире александр вопрос животрепещущийся 1.52 на литре самая массовая все мы сейчас узнаем реальные данные я вам предоставлю топливная смесь мощность все все банально не готова все не прогрелось сейчас поле с команды дядя коля рассказывает про свой стол кластвуется и про холодильник а и и Он беднит жестко, дышать нечем. Надо потише сделать, сейчас продует, а то вонит. Ты уверен? Может еще раз? Может еще раз? А зачем? Это меньше чем стоп. Да. Вот и снимай. Снимай, снимай. Что ты? Верни. Вон ты понятно. Она беднит, как шлюха. Верни график. Верни график. Верни график. Ты скажешь, что там… Ну снимай, почему? Я прям одним дублем пишу. А? Я одним дублем пишу. Ну ты пишешь один дублем, но ты скажи, почему мы едем второй раз, ты объясни. Потому что я не доверяю, что это. Ну хуй знает. Прям сука, зажми ему этот ебаный курок, блядь. До усрачки нахуй. Я сейчас с той стороны буду снимать. Я и так на всю гашетку делаю. Что вы? Готовы? Да. Верни график. Верни график. Вот, опять, я вот дальше покрутил. Сад, короче, по вчера я заметил, что четко ремень подпевает, то есть первая замер сюда еще нечего. Но мы на стоке сразу стартовали, мы тоже ничего не грели, у нас только 57 показывает, а смесь... То же самое, да? Ну вот она бедная, она пиздец какая бедная. Помнишь сколько у нас было по моторам вопросов? Да. Вот она, вот она, вот они моторы, что это такое? Вот ваши моторы, вот она ваша бедная смесь, вот ваша детонация, вот ваши разрушенные стенки этих поршней и все вытекающее. Вот, вы все видели сегодня 1.52, я комментировать ничего не буду, у нас есть данные, все, вопрос закрыт. Заметьте, я удивился от первых цифр, настоял на вторых, как бы, ну вы сами все видите. Ну, я же тебе сразу сказал, я на опыте, я по воне, по воне уже видел, что это такое. Да, ну воня все. Если я там машину не включит, то дышать нечем. Ну а на этом у меня все. Сейчас, наверное, возьмем небольшую паузу, сами понимаете, впереди праздничные дни, выходные, но на этом мы не останавливаемся, будем продолжать дальше мерить технику, идти к своей цели, созданию таблицы, чтобы понимать, что у кого что там под капотом. Для других хочу еще раз напомнить, не останавливайтесь на диване, на своем собственном, поднимайтесь, делайте тоже замеры, сравнивайте, берите всю технику, она в основном сейчас у всех есть в доступе. Если вам эта тема вообще всем нравится, она вдруг тут зашевелилась, забурлила, вы хотите быть, не знаю, как это сказать, на хайпе, что ли, да, вот этого движения, пожалуйста, флаг вам в руки. Калибруйте стенды, показывайте данные, а другие люди будут смотреть, осуждать, говорить, какие вы умные, неумные, да, или еще что-то. Ну, а у меня на этом, в принципе, все, я был рад вас всех видеть, спасибо, что посмотрели данный ролик, выслушали меня, ну а я с вами не прощаюсь, а говорю всем пока. До новых видео!